Привет всем, ребятки! На связи ваш любимый, лучший агент по продаже недвижимости в Сан-Франциско и Кремниевой долине. Обожаю свою работу и уже в этом году будет 18 лет, как я помогаю своим клиентам купить или продать недвижимость. Я вообще никогда ни на кого не давлю, поэтому смело обращайтесь, если у вас есть какие-то вопросы, даже если вы еще не готовы купить или продать сегодня, а только об этом задумывайтесь. Все вам буду рада рассказать и ответить на все ваши вопросы. А если хотите увидеть закулисье жизни риэлтора, заходите ко мне в инстаграм, у меня там ежедневные сторис, и рассказываю про всякие кейсы, дома ужасов, ну и всякое многое-многое такое, вам понравится. На днях тут, в общем, показывала дом одним своим клиентам, а у них двое детей. И они меня спросили, Кать, а на что обращать внимание, когда мы смотрим дом или квартиру, есть ли у нас дети? О, подумала я, а это же очень классная тема для моего нового видео. Много же семей покупают недвижимость с детьми, и, конечно же, там есть свои нюансы, на что обращать внимание, что важно, что не важно, поэтому составила для вас целый список, что нужно делать и на что обращать внимание. Присаживайтесь, сейчас все расскажу. Во-первых, конечно, самый-самый главный пункт при покупке недвижимости, кто угадает? Конечно же, школы. Зачастую, кстати, родители покупают и ищут недвижимость, глядя и обращая внимание даже не на сам дом, не на сам район, а школы, которые привязаны к этому дому. И, знаете, ребят, наверняка вы, когда смотрите недвижимость, вы обращаете внимание на сайтах, как Zillow или Redfin, рейтинги вот этих школ, которые прикреплены к дому. Но на самом деле это не стопроцентная гарантия. Эти сайты берут информацию из каких-то там третьих источников, поэтому, если для вас это супер важно, и для вас важно знать, какая именно школа принадлежит этому дому, лучше всего будет позвонить в School District по этому району и спросить у них тогда напрямую, какая именно школа принадлежит к этому конкретному дому. Ну, что у нас дальше? Обращайте внимание на полы, чтобы они были устойчивы к царапинам. Может быть, даже если у вас ребенок еще достаточно маленький, то лучше может даже найти какой-то дом, где нет еще полов, а есть ковры. В любом случае эти ковры вы там через 5 лет, когда ребенок подрастет, поменяйте, постелите полы, и тогда будет все хорошо. Ну, или вот лестницы тоже. Вот у меня, видите, лестница, у меня нет детей, лестница деревянная. А если вы были, а, и там, видите, еще такие между ступеньками, в общем, можно голову засунуть и провалиться туда. Поэтому вот это тоже очень важно иметь в виду. И, может быть, если есть дети, то лучше лестницу там сделать, например, из ковра поначалу, а потом уже сделать вот так, как у нас. Так, что еще дальше? Перила тоже очень важно. И в инспекции, скорее всего, будет так и написано, что вот интервал между перилами, там очень большой ребенок может просунуть голову, застрять или упасть, или еще что-нибудь. А раньше это было по коду, сейчас уже не по коду. Но это не значит, что прям вот нужно кидаться и менять эти перила. В принципе, можно оставить такими, как и есть. Но, может быть, как-то там чем-то закрепить, пока ребенок еще маленький. Редко, кстати, такое вижу, но, может, вы сами захотите сделать, посмотреть, чтобы двери были с антитравматичным механизмом, чтобы маленькие пальчики не застряли в дверном проеме, не защемили, дети не защемили себе пальцы. Опять же говорю, что редко я такое вижу, но если у вас есть маленькие дети, может быть, даже в том доме или квартире, в которой вы живете сейчас, может, вы будете заинтересованы как раз вот это вот сделать. Дальше у нас наличие мест для хранения. Конечно же, у детей будет целая куча одежки, обуви, игрушек, еще игрушек, еще игрушек и еще игрушек. Поэтому посмотрите, чтобы достаточно было шкафов в доме или, может быть, там большой гараж, куда можно что-то складировать, или, может быть, чердак, или, может быть, подвал. Ну, я думаю, это достаточно важно, если у вас есть дети. И, конечно же, еще краска устойчивая к пятнам. Сколько раз мы, ну, мы, все мы, наверное, приходили кому-то в гости, а у них там фломастером полстены расписано, а там обои. И что надо делать, только обои менять. Если, опять же, вы покупаете дом, и там обычная краска, и вы планируете покрасить, то, может быть, стоит задуматься, чтобы покрасить чем-то, где, если ребенок нарисует, можно было легко это все смыть. Идем дальше. Закругленные углы мебели. Если там есть на кухне какие-то столешницы, или вы планируете их менять, может быть, стоит сделать вот такие закругленные углы на столешницах, чтобы ребенок не поранился. С другой стороны, я думаю, ребенок же вырастет уже через года два, а столешницы этого, скорее всего, будет лет 10. И закругленные углы сейчас как бы не очень в тренде. Поэтому, может, имеет смысл оставить ее как есть, а просто есть какие-то, не знаю, пластмассовые такие налепки. Простите меня, не знаю это слово, как будет по-русски, но я видела в домах, которые ставят на углы стола, там, да, или на столешнице, чтобы ребенок не поранился. И, конечно же, ящики, чтобы с доводчиками были, и сами закрывались медленно и плавно. Я, конечно, не ребенок, но я терпеть не могу. Ящики, которые вот закрываешь, они с этим стуком. У меня на даче вот такие ящики, и все думаю, все забываю, надо купить эти доводчики, там, в принципе, легко их поставить, но все забываю, забываю. А тут, конечно, тут в квартире у меня все нормально, все закрывается тихонечко и плавно, и для детей хорошо, и для людей не так, не так этот шум, не так шумно, короче. Ну, кстати, про стены, если мы уж поговорили, то, наверное, посмотрите, чтобы все поверхности в доме тоже было легко отмыть. Наверное, вы не хотите купить дом, где какая-нибудь мраморная столешница на кухне. Мрамор, кстати, это очень прям такой пористый, нежный материал, вы там даже вино прольете, потом фиг отмоете. Лучше, конечно, если это будет кварц или гранит, ну и, не знаю, деревянная столешница тоже соу-соу, если она будет, там, ребенок что-нибудь горячее поставит, или опять там каким-нибудь поцарапает ножом, потом плохо это все будет отполировать. Поэтому, да, смотрите на поверхности, чтобы было легко отмыть, не только со стен, но и со столешниц, в ванной в том числе. Обратите внимание на защиту шкафчиков. На кухне у вас будет много шкафчиков внизу, и дети, конечно же, там любят лазать, все доставать, на пол раскидывать и так далее. Поэтому тут, в принципе, очень легко. Вы можете купить абсолютно любой дом, и потом просто поставить эту защиту на шкафчики. Важный совет. Если у вас дети уже выросли, и вы решили продать этот дом, уберите эту защиту, пожалуйста, со шкафчиком. Я тут недавно показывала дом одним клиентам. Дом был пустой, там уже не жили продавцы, они уже давно съехали, и вот была более-менее, ну, такая нормальная кухня. Сейчас, может, найду фоточку, там закину или видео покажу вам. И эти защиты на шкафчиках, ну, блин, дом 3 миллиона почти стоил. Так что, ну, что, трудно, что ли, снять? Хотя бы для фотографий, для видео, ну, это же визуально портит глаз. Одно дело, если вы там еще живете. Ну, даже если вы живете, все равно, я рекомендую, если вы выставляете дом на рынок, вам нужно этот дом подготовить. Ну, вообще, это тема для уже другого видео. Меня уже немножко, ууу, понесло куда-то. Расскажу об этом отдельно, как подготовить дом к продаже. Ну, про шкафчики вот рассказала. Ну, и что там у нас еще? Плита, да. Есть разные плиты. Есть плиты, где всякие кнопочки на передней панели. Ну, конечно же, если есть дети, то лучше, наверное, выбирать плиту, где будут кнопочки сверху, или еще лучше вообще на задние стенки этой плиты. То же самое и с посудомойкой. Есть посудомойки, где на панельке кнопочки сразу на передней панельке. Есть, где, когда ты открываешь, то сверху крышки. Это я тут, воу, к вам делаю. Это, как бы, я вам это рассказываю не для того, чтобы вы нашли дом, где вот все-все-все эти пункты были соблюдены. Но, может быть, когда вы покупаете дом, а потом задумываетесь о ремонте и планируете детей, или у вас уже есть маленькие детки, то тогда, в общем-то, вот эти пункты важно учесть. Хорошо, конечно, когда в доме есть много источника естественного света. Там не темно. Если ваши дети делают уроки, сидят за столом, то естественный свет, это, в общем-то, большой плюс. А, вот, температура воды еще такой важный пункт. У меня, кстати, у самой ванной, ну, я не специально выбирала, так получилось, такой кран, что когда ты включаешь горячую воду, чтобы до самого конца повернуть кран, и прям, чтобы кипяток полился тебе, помимо того, чтобы повернуть этот краник, еще нужно на кнопочку нажать, чтобы дети, наверное, не обожглись. Очень, кстати, умное решение, я считаю. Важный пункт, который вы поменять не сможете, поэтому здесь уже нужно именно обращать внимание на это перед тем, как вы будете покупать ваш дом или искать ваш дом. Где расположены спальни? Смотрите, если у вас двое маленьких детей, то, скорее всего, вы хотите, чтобы их спальни были расположены не то, что близко к вам, но хотя бы на одном этаже, потому что ведь бывает такое, что одна спальня, ну, то есть вы смотрите дом, в описании написано, там, три спальни, две ванных. Ну, приходите, а там одна спальня на первом этаже, потом на втором этаже гостиная, кухня, а еще две спальни, вторая, третья, на третьем этаже. И вот, если у вас двое маленьких детей, и что вы будете делать, поэтому вот это важно, и это как бы поменять нельзя, на это нужно обращать внимание сразу. С другой стороны, если детки уже выросли, то, скорее всего, они сами захотят жить от вас подальше, и тогда, конечно, спальня на отдельном этаже была бы вообще идеальным решением для этого. Ну, тут я не знаю, наверное, купить сначала один дом, потом, когда вырастут дети, уже пройдет лет 7-10, в любом случае вы уже купите другое, поэтому вы можете уже потом обращать внимание на эти спальни в другом вопросе, по-другому. Замки еще очень важный момент. Может быть, вы наблюдали, есть такие ручки, там, в туалет, например, или в спальню, которые закрываются изнутри и снаружи, но там в ручке есть такая дырочка, и сверху на раме от этого дверного проема сверху лежит как бы ключик такой обычно. Ну, обычно специально туда кладут, что если вдруг ребенок запрется изнутри, то вы вот этой штучкой, там типа иголочки, что-то такое, через эту дырочку сможете закрыть, открыть, точнее, замок, чтобы ребенок там не заперся. С другой стороны, наверное, дверной замок нужно наоборот какой-то супер-супер такой хороший поставить, чтобы ребенок не открыл, сам и не вышел. Бывали случаи у меня, у меня бывали случаи, когда я видела, что ребенок подходил просто к двери наружу, открывал и потом в подъезд убегал, и ищи его там, давай. Оконные шнуры очень важны. Если вы покупаете дома, там вот есть эти жалюзи, которые с этими шнурами, которые надо дергать, эти дешевые, с 90-х там или с 70-х, то ребенок может в них запутаться. Там иногда даже прям такие бирки висят и написано. Ну, конечно же, я думаю, ребят, если вы будете уже менять шторы, или да, или шторы лучше покупать, или покупайте такие вот специальные занавески, которые без шнуров уже делаются. Они намного удобнее, лучше, функциональнее и смотрятся более современно. А, что там у нас еще? Вот еще интересный момент. Иногда вы видите, кстати, вот в Европе, в бывшем Союзе я такого ни разу не видела, а здесь очень часто, когда в дверях есть такие маленькие еще дверные проемы для животных, чтобы там котики, собачки выходили в гараж или куда-нибудь во дворик погулять. Так вот, если у вас есть маленький ребенок, имейте в виду, что, может, надо все-таки эти проемы как-то на замок закрывать, чтобы туда вместо, или не вместе, а с котиком, собачкой, и ваш ребенок еще не пошел, не сбежал. Ну, раз мы уже заговорили про двор, посмотрите, есть ли там забор и какой забор, может ли ребенок там через этот забор куда-то перелезть, если этот забор сделан не из дерева, например, да, из металла там или еще что-то. Ну, и вообще, есть ли он. На это, думаю, тоже важно обращать внимание, как и на то, на какой дороге расположен дом. У меня часто клиенты говорят, что, Катя, ну, может, мы к шуму еще равнодушны, но так как дом на большой дороге, мы очень боимся, что ребенок может выбежать из двери и побежать к этой дороге. И следующий пункт, очень-очень важный, это бассейн. С одной стороны, люди, конечно, хотят, чтобы у них был собственный бассейн, это такая своего рода американская мечта. Ну, я говорю, конечно, про Калифорнию, там, если вы в Чикаго или в Нью-Йорке, я не знаю, если вы хотите бассейн, особенно зимой. Вот, так если у вас есть маленькие дети, у меня бывают теми, которые, с детьми, которые говорят, но только без бассейна, и все это самый главный критерий. Почему? Потому что, кстати, номер один причина смертности у деток до 4 лет, это то, что они утонули в бассейнах. Это очень серьезная тема, поэтому, если вы покупаете дом, и там все-таки есть бассейн, убедитесь, или сами сделайте. Во-первых, есть такие покрытия у бассейна, как там, не знаю, пленка или чем там закрывается, причем настолько плотно, что ребенок может там просто ходить потом по верху, или заборчиком обнести, и это, в принципе, еще и по коду, и по закону это нужно делать, если у вас есть маленькие дети. Ну что, вроде бы я вам все рассказала, не знаю, если что-то забыла, пишите в комментариях, давайте дополним этот список, и я, конечно, понимаю, что найти дом, где все эти критерии будут на 100% соблюдены, ну, нереально, поэтому, как я всегда говорю, составьте список приоритетов, посмотрите, что для вас более важно, что для вас менее важно, что-то, что вы можете сделать сами уже потом в будущем, а что-то, как вот, например, спальни на каком этаже и как близко друг к другу находятся, это, конечно, уже сделать будет нельзя, поэтому имейте это все в виду. Спасибо большое, что досмотрели до конца, приходите на следующей неделе, ну, или подписывайтесь, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить, на следующей неделе выйдет еще одно полезное видео. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok